Приветствую! Через 10 минут будет начало второго собрания Одесского фотографического общества. У нас подготовлено за последние два месяца с момента, собственно, открытия и первого собрания много статей, много научных работ, много фотографий. Вот мы только вернулись из экспедиции с Тосканы. Пойдемте! Рад всех видеть. Рад всех видеть. Время прошло немного с первого собрания фотографического общества, но если измерять количество фотографий, то эпоха прожила. Ставлю на голосование, кто за то, что было возводить. То есть решение общества принято именно на базе. И каждый член общества будет вносить свою ленту в выпуск этого, так сказать, издания. Своими фотографиями, своими какими-то интервью, статьями и так далее. Время экспедиции Время экспедиции Время экспедиции Следующее. На сайте общества было размещено, благодаря нашим исследованиям в областном архиве, в национальной библиотеке, благодаря члену нашего общества, было размещено 27 статей за месяц. По заказу Одесского фотографического общества была переведена еще одна книга с немецкого языка. Называется она «Книга Роли Флекс». Да, мы как бы вот, во-первых, не только перевели книгу «Роли Флекс», это наша коллега перевела. Мы просили ее это дело делать. Очень интересная книга. Я с небольшим удовольствием эту книгу прочитал и еще раз перечитаю с удовольствием. И хотелось бы еще отметить то, что одним из членов нашего президиума Семсоном Алексеевичем была проведена лекция «Изобразительное искусство для фотографов». Лекция произвела очень такой большой интерес и, можно даже сказать, фурор в фотографическом обществе. Очень много людей просили посмотреть, доступ. Ну, действительно, очень большой интерес вызвал. То есть, людям нравится этот подход. Я тоже, как бы, планирую с лекцией, с десяти лекций, как бы, о воспитании фотографа. Речь идет, действительно, о том, как человек становится фотографом. То есть, по сути, речь о навыках. Так как я ученый, я занимаюсь навыками, и я хотел, как бы, сделать десять лекций о навыках. Что у нас еще? Это что касается отчета. Дальше у нас тема. Одна из тем для обсуждений, одна из центральных тем – это то, что мы активно готовимся к возобновлению «Вестника» Одесского фотографического общества. Будет называться он «Пленка. Фотография. Жизнь». Вот уже готова обложка первого выпуска. И сдаваться он будет один раз в месяц. Притом, мы не ограничиваем пленочной фотографией «Вестник», как бы, то есть мы говорим о пленочной и электронной цифровой фотографии, о разных фотографиях. То есть каждый человек может, так сказать, взять интересную тему, научную, фотографическую, и, как бы, изложить там свое видение относительно этой темы в виде статьи. И, по сути своей, есть всегда люди, которые, в общем-то, должны заниматься этим «Вестником». Ну, это чуть позже, так бы, обсудим, как бы. Ставлю это голосование то, за то, чтобы возродить. То есть решение общественно принято и не напрасно. Я уверен, что этот журнал нужно делать не только газет, это журнал издания, так сказать. Но делать нужно не только популярным, но и общественно популярным. Да, вот так выглядит монография. Монография поставлена в план Запорожского государственного университета кафедральной. То есть она на кафедре должна выйти, как бы, в апреле месяце будущего года. Поэтому мы уже будем либо сейчас начинать писать монографию. Монография по источниковедению. То есть это редчайшая вещь. То есть до нас в Украине никто не писал по источниковедению. Мало того, что будет монография, в общем-то, по именам монография будет технология использования источников фотографических. Потому что мы предполагаем, что любой текст, который сегодня существует, он лжив. Все, что написано, это ложь. И в той или иной степени. Выдумка автора, его мнение, что тоже правдой не является, это его взгляд всего лишь так всего. И так далее. Фотография – это то, что отражает фактическое положение вещей. Особенно пленочная фотография, которую никак поменять. Его можно обрезать – это да, а поменять – нет. Ну, вы штукасты понимаете, что, когда вам показывают обрезанный трех, понимаете, что было что-то так. Ну, еще. Все. И, как бы, мы уже подготовимся к 16-му числу и сделаем доклад о развитии Одесского фотографического общества. То есть, основной целью заседания является доклад о развитии Одесского фотографического общества на 2019 и 2020 годы. Создание общества закрыто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...